здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачков на этом канале я рассказываю не просто как приготовить вкусные и полезные для здоровья напитки блюда как получить несколько больше а именно здоровье укреплять а не терять и это видео не исключение в нем я расскажу как приготовить чай чтобы вылечить ветососудистую дистонию иными словами вылечить гипертонию либо гипотонию и в этом случае более сложные варианты для лечения одно такое видео у меня уже есть но там для простых случаев везде а в этом видео несколько сложнее иными словами если вы реагируете даже на минимальное количество кофеина повышением артериального давления это видео именно для вас если же вы здоровы но ваших кровных родственников друзей знакомых сослуживцев тоже есть такая проблема вы можете отправить им ссылку на это видео она будет для них полезно потому как информация из этого видео может сохранить им не просто здоровье даже жизнь просто разные способы приготовить чай будут иметь разные последствия в том числе и фатальный и так как же приготовить чай для гипотоника либо гипертоника если напомню даже малое количество чая правильно выбранный чай о котором я скажу чуть позже как его выбрать правильно все равно повышает артериальное давление вам нужно готовить чай несколько по-иному тот же выбранный чай вопросов нет правильно приготовленный и в конце приготовления вы добавляете один из этих ингредиентов а а именно самый мягкий чай чтобы вылечить всд по гипо либо гипертоническому типу это будет чай с молоком чай с молоком но не чай на молоке такие видео на моем канале есть посмотрите это серьезное отличие имеет для вашего здоровья иными словами выбранный чай провели правильно приготовили в конце добавили примерно треть от объема молока и чай с молоком для лечения гипертонической болезни либо гипотонии уже готов почему что делает молоко в этом напитке а содержащийся в молоке кальций может нейтрализовать щелевелевую кислоту и нерастворимые оксалаты кальция пройдут по кишечнику если вы этого не делаете щелевелевый кисло всасывается в кровь связывается с кальцием либо магнием и в составе оксалатов кальция либо магния выделяется через почки с мочой у вас там появляется солевой диатез к ВСД это не имеет прямого отношения но еще один диагноз вы получили солевой диатез может укропняться может появиться мочекаменная болезнь пил инфрит почечная недостаточность вы уже понимаете на какие деньги вы попадаете если вам необходима пересадка почки это сто сто пятьдесят тысяч долларов а что в крови а снижение уровня магния в крови это повышает он повышает стрессовую активность если вы пьете чай и у вас повышается артериальное давление преимущественно верхние тот чай с молоком позволит сохранить вам магний в организме и вы будете меньше рисковать своей жизнью потому что каждый приступ каждое повышение артериального давления тестирует во-первых сердечную мышцу на выносливость а выдержит или нет такой подъем артериального давления и сосуды на прочность иными словами хроническая сердечная недостаточность может обостриться сосуды где не выдержит чаще всего инфаркт миокарда либо инсульт мозговой вот здесь чай с молоком обладает такими свойствами но все-таки чай с молоком смягчая действие кофеина на сердечно-сосудистую систему но нет предотвращает полностью а как же нейтрализовать кофеин полностью для этого вы используете еще один ингредиент который находится перед вами и после того как вы приготовили правильно чай вы добавляете пищевую соду сода как щелочь нейтрализует щавелевую кислоту она уходит транзитом по кишечнику уровень кальция магния в крови не страдает у вас нет вы повышенной стрессовой активности и формального повода поднять артериальное давление у вас нет а кофеин в щелочных условиях также становится нерастворимым и в этом случае добавив пищевую соду вы ожидаете 20-30 секунд и сливаете верхних две трети из той емкости где заваривался чай кофеин успеет осесть на дно будучи нерастворимым здесь вы получаете чай практически без кофеина и ваша сердечная система в безопасности вы пьете привычный вам несколько измененным вкусом напиток и не рискуете своим здоровьем а почему такой чай даже без кофеина с измененным вкусом будет лечить вашу всд поможет вам со временем вылечить и гипертоническую болезнь и гипотонию но дело в том что вы правильно выбранном чае есть сумма биофлавоноидов и витамина c которые обладают мембрана протекторной активностью и улучшает проницаемость сосудов а именно нарушенная проницаемость сосудов часто служит причиной и гипертонической болезни и гипотонии иными словами показывает насколько у вас плохом состоянии находится ваша печень книжка что делать если у вас есть печень уже давно опубликованный там эта информация есть как помогать печени работать хорошо чтобы весь организм работал прекрасно и регулярное использование такого чая даст вам со временем это не быстрый эффект со временем вы лечебный эффект получите иными словами у вас на меньшие раздражители реакция может гипертоническая реакция может не состояться иными словами гипертоническая болезнь будет протекать менее злокачество и гипотония тоже вас сильно доставать не будет после того как вы восстановите свою сердечно-сосудистую систему можно будет вновь заваривать чай без молока вернее перейти на чай с молоком а потом если хотите можно перейти и начать без молока то есть более интенсивно активировать работу мозга сердечно-сосудистой системы и организма в целом а какое имеет значение здесь лимон а лимон очень важен в данном случае в том плане что он может жестко изменять условия кровообращения если вы добавите чай в чай лимон иными словами приготовить и чай с лимоном даже у здорового человека сердечно-сосудистую систему может не выдержать я уже не говорю если у вас есть гипотония либо гипертония но гипертоники в принципе отказываются пить чай с лимоном слишком высоко повышается артериальное давление гипотоники могут некоторое время по используя вредные советы пить чай с лимоном ведь внешне вы видите эффект повысилась работоспособность поднялось артериальное давление что делать гипотонику ни в коем случае нельзя если чай повышает артериальное давление гипотонику вы пьете чрезмерное количество чая слишком много кофеина износ сердечной мышцы и вы идете хроническую сердечную недостаточность на финише вам нужно иметь примерно 250 тысяч долларов на пересадку нового сердца просто таким способом очень легко посадить термин сердечную мышцу это бывательский термин а на самом деле перевести метаболические изменения миокарда через дистрофические изменения миокарда склеротические изменения миокарда когда нет уже работающей мышцы сердца работа сердечно-сульсистемы снижается по этой причине и единственный способ восстановить нормальную работоспособность пересадить сердце если у вас нет желания такую инвестицию применять к своему организму заваривайте чай правильно а если вы хотите чай с лимоном использовать то вы можете правильно приготовленный чай любым способом пить а лимон в прикуску или после того как вы нейтрализуете и щавелевую кислоту и кофеин пищевой содой вы удалили часть чая оставив нижнюю часть с кофеином вот сюда можете добавить сок лимона пейте чай с лимоном пройдет какая-то реакция когда лимонная киста будет нейтрализовать пищевую соду получите такой газированный напиток с уникальным вкусом но чаем с лимоном это конечно будет называться потому что первоисточники чай и лимон вы употребляли но тут риск будет минимальный для вашей сердечно-сосудистой системы а биофлавоноиды и витамин c прекрасно будут воздействовать на проницаемость сосудов и лечебный эффект все равно у вас состоялся вот эти вот особенности очень важно знать и правильно применять а как же выбрать чай выбрать чай несложно есть несколько критериев и они находятся в выборе зеленый черный это второстепенный критерий выбора чая для того чтобы вылечить веетасуистую дистонию такое видео есть я не буду здесь дублировать эту информацию ссылку на это видео вы видите переходите по ней вы узнаете как правильно выбрать чай и сокращенная технология приготовления чая чтобы он принес максимальную пользу в этом видео тоже есть а на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения пока вы думаете если вы не отправили ссылку на это видео отправьте кому-то ссылку поделитесь этой информацией люди рискуют своим здоровьем не говоря уже жизни попадают на проблемы зачем они нужны жизнь она проще если вы знаете как правильно готовить разные напитки разные блюда и чтобы вы не потерялись на просторах интернета и получили информацию о других напитках других блюдах которые можно по-разному готовить и получать разные результаты вкус цвет аромат это классно должно быть еще безопасно для вашего здоровья для вашей жизни вот такие видео на моем канале уже есть а будут новые чтобы вы не потерялись если вы не подписчик моего канала подпишитесь если вы не хотите подписываться занесите канал в избранное можете оставить короткий комментарий тогда точно youtube вам новые ссылки на новые видео пришлет и вам будет проще жить проще правильнее готовить чтобы не рисковать своим здоровьем своей жизни вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram